Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем с мужчиной вместе три года. Внезапно о наших отношениях узнает женщина из его прошлого и всеми способами начинает препятствовать нашим отношениям. А ведь до этого ей было все равно на мужчину. Стоило мне сказать ей, что люблю его, взбесилась она, ведь у нее нет чут к нему, они даже не встречались никогда, не жили вместе. Мужчина теперь помешался на ней, прохорию ему не дает она. Настраивайте его против меня. Сама с ним быть не хочет и делает все, чтобы он не был со мной. Помогите, пожалуйста, разобраться, что к чему. При этом мужчина мне говорит, что я ему не чужая, как родная, переживает за меня, а иной раз говорит, что мы с нами все, скончено. Ну, как бы вопрос здесь на самом деле заключается в том, что вы несколько некорректно ставите свой запрос. Разобраться, что к чему это в смысле. Что к чему это, почему эта женщина так себя ведет, и почему мужчина ваш так себя ведет, и что делать вам в этой ситуации, так получается. Но если получается так, то я вам могу сказать, что первые два пункта являются некорректными, на мой взгляд. Вот, потому что они, эти первые два пункта связаны с третьими лицами. Вот. То есть это третьи лица, ну, в данном случае. Третьи лица, это то, что мы не можем комментировать. Вот. То есть третьи лица находятся вне компетенции психолога. Вот. Мы не можем обсуждать третьих лиц. Это первое. Да? То есть мы можем говорить только о вас, например. Мы можем говорить только о вас, мы можем говорить только о том, что происходит с вами. Так вот. Вы в этой ситуации чего хотите? Вы в этой ситуации что чувствуете? Вот конкретно вы. Вот исходя из ваших чувств, уже и нужно выстраивать модель поведения. Да? Вот. То есть негативные чувства. Нужно проживать вам. Вот. И перенаправлять энергию из них в позитивные для себя. Отделять свои чувства от, значит, скажем так, ценностей. Вот. Которые у вас имеют место быть. И поступать в соответствии с вашими ценностями. По сути дела. То есть, по сути дела, это вот, это является, ну, самым адекватным решением данной ситуации. Вот. То есть, как вам поведение мужчины? Как вам поведение женщины? Да? Вот вы говорите, что вы этой женщине сказали, что любите мужчину. Зачем? Для чего? Ну, как бы, чтобы что. Какую вы, ну, какую реакцию вы надеялись увидеть, услышать в этом ключе? Да? То есть, вы надеялись на то, что она как-то, ну, я не знаю, да, как-то одобрит или что? То есть, вот. Как эта женщина узнала, что вы в отношениях? Ну, и очень важно, конечно, на мой взгляд, сформировать вам для себя то, как вы видите мужчину теперь. Вот. Потому что если, ну, если мужчина, да, по какой-то причине вас разочаровал, да, то есть, если вы, ну, не знаю, если вы считаете его поведение там недостойным, да, если вы считаете, что, что мужчина, вот, ведет себя, ну, как-то, как-то, ну, некорректно, например, да, то игнорировать этот момент, ну, пожалуй, что было бы неправильно. Я бы сказал, что это было бы даже вредно, игнорировать этот момент, было бы вредно. Потому что тем самым вы, ну, по сути, себя предаете. Если вы, допустим, ну, терпите, вот, какое-то отношение к себе, да, и поведение там к себе. Ну, вот, если вы терпите какие-то вещи, вот, которые, ну, вам, например, кажется неприемлемым, допустим. А если вы, опять же, допустим, если вы считаете, да, если вы считаете, если вы допускаете, что... что мужчина ведет себя адекватно, вот, то, ну, вот, такой у него период. То есть это... Я бы сказал, что, ну, проблема с доверием. Вот. Ну, между вами. Я бы, я, ну, я бы, я бы так это сказал. Что это проблема с доверием. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вот. И, соответственно, ну, как раз таки, если вы принимаете то, как мужчина себя ведет, если вы относитесь с пониманием к тому, как человек себя ведет, допустим. Вот. Вот. То я не вижу препятствий для того, чтобы помочь мужчине как-то, ну, чтобы помочь мужчине. А, прожить этот период, вот, помочь мужчине. А, пройти этот период, вот, с вами в том числе. Я не вижу препятствий для того, чтобы показать ему свою зрелость, показать ему свою надежность. А, показать ему свою готовность, ну, пройти через эту ситуацию тоже. Вот. Однако я повторюсь, что только при условии, если вы принимаете человека, если вы принимаете его поведение. Вот. Вот. Если вы готовы к тому, что вот в результате этого машина, ну, просто может не быть с вами. Вот. Просто, просто может решить, что он не хочет быть с вами. Если вас это устраивает, если вы можете это принять, вот, то такой расклад. А если вас это задевает, если вас это задевает в той или иной степени, и если вас это, ну, не знаю, тревожит в той или иной степени, да, допустим. Вот. То, в таком случае, если вас это тревожит, тут лучше, конечно, ну, с психологом поработать, да, чтобы вот, вот. Как-то. Как-то. Тревогу, тревогу немножечко снять. Вот. Понимаете, да? Чтобы, ну, чтобы легче, чтобы легче вам было. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Удачи! 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 Удачи!